Как часто вы открывали какой-нибудь код и спрашивали, блин, да кто это все понаписал? Да, бывает такое часто. Я и сам иногда открывал свои проекты и понимал, что, блин, это я написал, тут надо все удалить и все переписать. Чтобы такого не было, Неля сейчас расскажет, как нужно правильно, удобно и вообще очень круто писать код. Повторяю, встречайте. Слышно? Не слышно? Не очень? Раз, два, раз. Теперь слышно. Ну, всем привет. Как вы поняли, меня зовут Неля. И я андроид-разработчик компании Колеса Групп. Меня точно слышно? Наверное, каждый задавался этим вопросом. Собственно, зачем я здесь? Как Слава уже сказал, я здесь для того, чтобы рассказать вам о том, как писать код так, чтобы у читателя не возникла мысль, какого черта. Вот. И для тех, кто в танке, это фраза, взятая из книги Роберта Мартина, в которой он дал определение чистому коду. Сказал он вот что. Единственная адекватная мера качества кода — это количество восклицаний, какого черта в минуту. Ну, то есть вот так вот. Вот. А теперь давайте перейдем к докладу и определимся все-таки, для кого он. Ну, в основном он, конечно, будет для новичков или просто для тех, кто недоволен своим кодом. Но, сеньоры, помидоры, не расстраивайтесь. Я думаю, повторение мать учения. И, возможно, некоторые моменты для вас покажутся довольно-таки простые и понятные, но, как показывает практика, почему-то никто не придерживается этим правилам. Вот. Потом, на чем основан этот доклад? Ну, как вы уже поняли, он основан на книге Роберта Мартина «Чистый код». Кто-нибудь ее читал? Можете руки поднять. Ну, кто читал, тот молодец. Кто не читал, то сейчас мы пройдем такой коротенький экспресс-курс. Далее она будет основана… Доклад будет основан на книге Мартина Фаулера «Рефакторинг». Ее кто-нибудь читал? Вообще знаете, кто такой Мартин Фаулер? Нет? Вот. А сейчас знаете. Так, ну и на моем личном опыте, потому что я работаю в команде, и опыт как бы чтения чужого кода у меня какой-никакой есть. Вот. А, собственно, зачем это все? Код — это то, с чем мы работаем ежедневно, это наш творческий продукт. И то, что мы, в общем, пишем каждый день, и зачастую мы уже пишем это не одни в команде, и часто уже не с нуля. Поэтому очень много времени приходится именно убивать на то, чтобы читать и понять чужой код, и далее его поддерживать. Вот. А когда у вас перемены названы 1, 2, 3, то с таким делом далеко не пойдешь. Вот. Поэтому главная мысль всего этого доклада «Зачем он?» — это поддержка. Поддержка уже существующей кодовой базы, скорость внедрения новых фич, скорость поддержки уже старых, уменьшение количества багов и так далее. Потому что случаев, когда программистам заказывают сразу уже крупный проект без необходимости его дальнейшей поддержки, их, согласитесь, довольно мало. Вот. И чтобы… Ну, как бы многие программисты, они читают код чаще, чем пишут свой. Например, у нас такое иногда случается. И мне очень нравится фраза Мартина Фаулера. Он сказал, что любой дурак может написать код, понятный компьютеру, хороший программист пишет код, понятный человеку. Потому что как ни крути, через полгода, если взглянуть на свой код, то уже трудно вспомнить, что мы там сделали. Вот. Кому-то нужно и менее полугода, кому-то нужно неделя или даже день, чтобы напрочь вообще забыть, что там творится. Поэтому, чтобы ни мы, ни другие не смотрели на этот код, как баран на новые ворота, нужно следить за тем, как мы его пишем. И делать его более удобно читаемым. Вот. И перед тем, как перейти к самому докладу, чтобы вы не побежали рефакторить весь свой код, я бы хотела упомянуть про одну и главную деталь. Это задачи. Как известно, задачи у нас бывают решенные и нерешенные. Если у меня стоит срок на задачу недели, я ее сделала за один день, то я молодец, я суперпрограммист. Если я сделаю ее за неделю, то я тоже молодец. А если прошел месяц, я до сих пор там сижу, пахчу насчет архитектуры, хочу сделать это все расширяемо и красиво, но до сих пор ничего не сделала, то, увы, я плохой программист. Потому что, как ни крути, задача должна быть решена, и это даже не обсуждается. То, что без работы никто не хочет остаться. Просто главное не забывать про тот момент, то, что к такому коду можно всегда вернуться и это дело переписать. А если у вас каждый день на работе аврал, и у вас нет времени, то вам нужно подумать о том, чтобы научиться продавать задачи рефакторинга своему менеджеру. И рассказывать о том, как это делать, я не буду. Уже написано очень много статей и так далее. Поэтому давайте… Так, извините, я забыла вот это, чтобы вы не побежали переписывать. Все. Теперь все-таки давайте представим такую ситуацию, что у нас есть свободное время, или там менеджер дал добро на рефакторинг. Как бы с чего начать? Первое, с чего, я думаю, нужно начать, это, наверное, самое банальное, и самое главное — это имена. Имена должны быть самодокументированными. То есть имя переменных классов, методов, пакетов, без разницы чего, они должны быть самодокументированными. Любой программист, прочитавший название метода или перемены, должен сразу понять, что он делает. Если название вашего метода требует комментария, это значит, что оно не передает намерения программиста. Бывает код. Я не скажу, что он прям сложный, но из-за отсутствия содержательных имен он становится не такой очевидный, каким бы он мог быть. Как бы код, он должен читаться сверху вниз, строка за строкой, как поэма, чтобы мы не зависали на каждой строчке по минуте, пытаясь врубиться, что там происходит. Всегда можно дать переменным и методам нормальные имена. Если у вас стоит какая-то сложная проверка, то даже, ладно, несложная, пусть будет непонятная, ее можно всегда вынести в отдельный метод и дать этому методу человеческое имя. Если же вы не хотите заводить отдельные методы, то можно завести константы и тоже дать им удобно читаемые имена. Мне лично в придумывании названий хорошо помогает код-ревью. У меня, если честно, с этим вообще все плохо, и в любом моем пул-реквесте будет комментарий, чтобы я что-то переименовала. Вот поэтому код-ревью в этом хорошо помогает, потому что когда я пишу код, я нахожусь в контексте этой задачи. И как бы для меня все ясно и понятно. А люди, которые со свежим взглядом смотрят на него, они сразу тычут в эти места. Поэтому если вас просят переименовать, то не противьтесь и просто переименуйте. Со стороны людям виднее обычно. И еще насчет имен. Длинное имя, оно всегда лучше не задокументированного. То есть вместо вот этого лучше использовать вот это. Так, с названиями более-менее определились. Давайте пойдем дальше. Названия не должны врать. Никакой комментарий не поможет, если название метода противоречит тому, что он делает. Здесь у нас мало того, что наша мапа почему-то называется листом, так помимо обработки ошибки, мы еще почему-то юзера удаляем из базы. Любой разработчик может вызвать этот метод, не подозревая о том, что этот метод что-то делает у себя под капотом, и тем самым у нас могут возникнуть сайд-эффекты. О них я еще поговорю чуть позже. То есть, во-первых, нам нужно отсюда выпилить все, что не касается обработки ошибки. Во-вторых, ну если это мапа, все-таки назовите ее мапой. Если вам нужен лист, то передайте туда лист. Итого, давайте никого не будем обманывать у себя в методах и создавать какие-то непонятные ситуации. Далее, имена должны быть удобны для поиска. Я сама с этим недавно столкнулась, с этой проблемой. Я делала фичу по добавлению фотографий из галереи, из камеры. И в одном месте я использовала слово фото, в другом месте я использовала слово имидж. И в итоге, когда это дело у меня разрослось до больших размеров, я стала путаться, где у меня что. Ну, к примеру, я стала искать какой-нибудь имидж фото компрессора, у меня такого нет, у меня имидж компрессор. Это неудобно и неправильно. Всегда нужно использовать на одну концепцию одно слово. То есть либо я буду использовать фото, либо я буду использовать имидж. Но здесь тоже такая палка двух концов. Если все время добавлять одно слово в название, то может получиться примерно вот такое, что на одно слово у нас просто дофига куча всяких классов, и найти среди этого то, что нам надо, просто очень сложно. Насчет имен. Однобуквенные перемены, они просто ужасны в поиске. Пожалуйста, не используйте их, особенно если они у вас глобальные. Просто боль. Поэтому, значит, одно слово, одна концепция. Нужно хорошо продумывать название классов и так далее, и не использовать однобуквенные глобальные перемены. Так, пойдем дальше. Как же мы даем имена классам? Но есть такое правило, что классы это у нас обязательно существительные или их комбинации. То есть, например, вот адрес партер или юзер инфа. Но дядя Боб советует не использовать в названии классов такие слова, как инфа, дата, менеджер, хендлер и так далее, потому что они несут никакой смысловой нагрузки. И если у вас есть какой-то юзер инфа, это примерно грозит тому, что этот класс может у вас разрастить до больших размеров, и там будет лежать просто куча всего. Что в таких случаях лучше делать? Это, например, если в юзер инфа у нас лежала информация об адресе пользователя, то лучше вынести прямо в отдельный класс адрес и хранить уже путем там композиции внутри юзера. А насчет методов, они у нас должны быть глаголами. Но это тоже такое правило. Либо глаголы, либо глагольное словосочетание. Так, пойдем дальше. Имена из пространства решения. Не забываем, что наш код читает программисты, и если вы в ходе работы применили какой-то паттерн, декоратор, например, то впишите его в название, облегчите людям жизнь. Можно, например, брать прям ключевые слова из UML-схемы. Если, например, пробежаться по декоратору, то здесь у меня видно, что у меня есть какой-то базовый компонент, есть конкретный компонент, есть базовый декоратор, есть конкретный декоратор. Как бы у людей при чтении будет меньше вопросов и не будет такой ситуации, что он не может понять, типа, что там за матрешка такая происходит. Вот, поэтому если вы, например, храните пользователей, там, не знаю, в стеке, то укажите, что это стек. Если у вас очередь, то… Ну, вы поняли. Вот. Про название мы поговорили. Давайте теперь поговорим про методы. Я считаю, это прям основа тоже. Итак, какие они должны быть и как их писать? Ну, во-первых, методы должны быть короткие. Трудно читать, да? Тут в целом не суть, что там написано, но дело в том, что когда мы переходим в метод и видим вот это, единственное, что мы можем видеть, это какой-то информационный шум. Глаза разбегаются, и мы не можем на чем-то сосредоточиться. Поэтому это неправильно. И первое правило методов — это они должны быть компактные. А второе правило методов, они должны быть еще компактнее. Вот. И дядя Боб говорит, что количество строк у метода не должно превышать 10. Кто-нибудь придерживается этому правилу? Десять. Ну, ладно, у команды есть еще какие-нибудь ограничения, там, экран, например, у многих есть, особенно когда он еще вот так вот переворачивается. Другой вопрос. А как будет тогда количество методов? Вопросы лучше потом. В общем, методы должны быть короткие. Так, следующее — это всеми наш любимый принцип единой ответственности, который гласит, что класс должен иметь только одну обязанность, или же то, что класс должен иметь только одну причину для его изменений. Вот. Если рассматривать этот принцип как бы для классов, то зачастую его сложно придерживаться, потому что понятие единой ответственности для класса, оно может быть размыто. А вот в методах это всегда понятно. Поэтому этот принцип, он может быть применим не только для классов, но и для методов. Итак, правило. Метод, он выполняет только одну операцию, он делает ее хорошо, и ничего другого он не делает. Есть такие маркеры, которые позволяют определить, что с вашим методом что-то не так. Первый маркер — это отступы. И здесь я имею в виду именно логические отступы. Тут, судя по примеру, у нас их три. И это означает, что этот метод можно поделить еще как минимум на три отдельных метода. А следующий маркер — это если у вас в названии метода присутствуют такие названия, как and или if. Это неправильно. Метод, он должен делать что-то одно. То есть либо мы сначала проверяем, нужно ли обновлять данные, а следующий метод у нас будет обновлять. Например, нельзя удалять пользователей и сразу обновлять список. Такие методы лучше располовинивать. Ну, я вообще считаю, что соблюдение SRP в методах — это прям голова всем правилам для методов. И помимо неудобства чтения, это еще решает ряд многих вопросов, проблем, таких как вот сайт-эффекты. Тоже еще чуть позже про них поговорим. Так, следующее у нас — это правило понижения, ну или погружения. В общем, код должен читаться сверху вниз от метода к методу, потому что постоянные скачки, они раздражают. У нас, например, в команде все методы рассортированы по уровню доступа. Сначала у нас идут все переопределенные методы именно lifecycle. Там он create, он start, он resume и так далее. Затем у нас идут все простые переопределенные методы, причем их следует сортировать именно по тому порядку, как они объявлены в контракте, в абстракции. Потом идут у нас публичные, protected и private. Public, protected и private их лучше сортировать в том порядке. В общем, тот, кто вызывает, он должен находиться всегда выше. Когда у вас есть какая-то единая структуризация методов, прям вот гораздо проще ориентироваться у вас в классах и искать что-то. Так, давайте теперь поговорим об аргументах. Дядя Боб говорит, что в идеальном случае количество аргументов у методов равно нулю. Такие методы еще называются нулярными методами. Чем они хороши? Они хороши тем, что они все получаются из своего контекста, и пояснений к ним не нужно. Как бы тот же getter. Идеальный метод, для которого не нужно ни одного комментария. Далее у нас идут унарные методы. Это методы с одним аргументом. Тоже замечательные методы. Есть у нас некий метод getuser, который принимает id, ну и, собственно, вопросов у нас тоже нет. Далее у нас бинарный метод. Он тоже нормальный, считается. Два аргумента. А вот методов уже с тремя аргументами, их следует избегать. Их еще называют тернарными. И то я привела довольно такой логичный пример. По трем аргументам у нас вернется там какой-то пользователь. Но случаи бывают разные. Например, у нас среди одного аргумента может оказаться флаг. И тут уже приходится залазить в методы, смотреть, что это за флаг, что делает этот метод, потому что может он нам не только юзера заставит, но еще и спинку чешет. Поэтому от трех аргументов, ну, их лучше сокращать, такие методы. Далее у нас идут полиарные методы. Ну, это методы, у кого количество аргументов больше трех. Их лучше не использовать. Как бы чем плохи такие методы? Ну, во-первых, их очень сложно тестировать. Когда у нас метод принимает всего один аргумент, написать на него тест проще простого. А когда у вас там 4, 5, 6 параметров, то это сколько нужно вариантов перебрать? Много. Поэтому от таких методов нужно, ну, их нужно сокращать. Либо же нужно разделять на какие-то разные методы. А если же вам все-таки позарез нужно много параметров, то нужно использовать DTO. Data Transfer Object, и об этом я расскажу чуть позже. Так, давайте теперь поговорим про аргументы флаги. Дядя Боб говорит, что они уродливы, и от них лучше избавляться. Потому что зачастую аргументы флаги, они непонятны без контекста, особенно если у него нет нормального имени. Чтобы добавить свою строчку в этот метод, это нужно сидеть и думать. Когда нам прилетит true? А когда нам прилетит false? И не сломает ли нам вообще этот всю флаг? Привычка пользоваться аргументами и флагами всегда усложняет сигнатуру метода и громко заявляет, что этот метод делает больше одной операции. Он делает что-то при истинном значении и при ложном. Когда мы читаем код и видим метод delete true, он как бы сбивает с толка читателя. Если, конечно, взглянуть на сигнатуру метода, то можно примерно понять, зачем этот флаг нужен. Немножко проясняет ситуацию, но все равно ненамного. Так лучше не стоит делать. И в этом случае лучше метод delete разбить на два. То есть простой delete и delete для конкретной ситуации. Так при чтении будет меньше вопросов. Особенно неудобно, когда у вас есть флаги, это когда вы ревьювите чужой код. Потому что, например, когда я читаю чей-то код в стэше, то у меня не всегда есть возможность быстро перейти к методу и посмотреть, что там за параметры. Поэтому от аргументов флагов лучше избавляться. Я, конечно, не говорю, что прям полностью все берем, все выпиливаем. Иногда они нужны, но их нужно сокращать. Так, а теперь давайте поговорим про DTO. Это все-таки если вдруг нам нужно использовать более трех параметров, что мы делаем. Мы все берем все наши аргументы, мы складываем их в один объект и заменяем все эти параметры одним объектом. Это нам позволит каждый раз не переписывать всю эту колбасу из параметров, потому что иногда нам нужно поменять где-то, и это нужно пробегаться по всем местам и изменять. Потому что зачастую, ну, некоторые методы, они могут проходить через всю нашу программу. Я через Activity перехожу во ViewModel, потом ViewScate, потом Repository, потом DataSource, потом мне это надо все обратно пропихнуть. Поэтому если в одном месте мне нужно будет поменять какой-то параметр, это мне нужно бегать везде и изменять. DTO в этом плане нам облегчает это дело, но он не решает проблемы с тестированием, и все варианты нам так и так придется перебирать. Так, дальше. Опс, спойлер. Далее это аргументы как результат. Передавать аргументы как результат метода — это плохая идея. И для того, чтобы показать всю трагичность этого пункта, я вот нашла три картиночки. Вот это раз, это два, ну и это три. Как вы уже, наверное, догадались, это сайд-эффекты, которые могут возникнуть. Если я в метод передаю лист, потом как-то его модифицирую и возвращаю его, то у меня могут возникнуть сайд-эффекты. Потому что пользователь, ой, программист, он, возможно, не подозревал то, что у нашего списка может измениться его контент. И тем самым мы сами себе выстреливаем в ногу. Вот, это неправильно. И кто еще не знает, эта проблема является антипаттерном, который называется оргия объектов. И в одном из метапов мы рассказывали про антипаттерны. Если кому интересно, можете посмотреть. В итоге, ожидая одно поведение, мы можем получить кучку багов. Чтобы такого не было, нужно, чтобы ваш метод всегда возвращал новое значение. Я не знаю, как у вас, но когда, например, я только начинала работать с лист-адаптером, с его готовой штукой для вычисления дифрезалта, то у меня очень часто была некорректная работа списков, потому что я передавала тот же самый объект по ссылке. И в итоге прямо в начале метода я просто вываливалась, у меня ничего не обновлялось. Поэтому, чтобы таких ситуаций не было, всегда возвращайте новый объект. И вот один из способов для борьбы с сайд-эффектами — это придерживаться common query separation. То есть, как мы уже поняли, методы, они имеют побочные эффекты, они меняют систему и начинают сесть хаос. Чтобы такого не было, нужно делить все свои методы на query-методы. Они у нас будут возвращать какое-то значение или систему, но ничего не менять. И command-методы, которые будут менять систему, но ничего не возвращать. Тем самым вы будете уверены, что у вас не будут сайд-эффектов, потому что когда у нас возникают какие-то баги, мы в самый последний момент идем искать причину этого бага в getter. У меня бывали такие случаи, был очень такой сложный класс с большой связанностью, и я буквально вызывала один метод, у меня все ломалось. Чтобы такого не было, нужно придерживаться secure-res. Помимо этого еще у нас будет соблюдаться SRP, потому что у нас метод будет либо что-то возвращать, либо он будет что-то менять. Так, дальше. Общий вид. Когда я читаю код и вижу, что он написан в одном стиле, с одним код-стайлом, с общими правилами нейминга, то у меня создается такое впечатление, что работа выполнена профессионально. А если вместо этого я вижу хаотичную массу кода, которая написана словно шайка и пьяных матросов, то возникает такое ощущение, что вот это неуважение к мелочам, оно и распространилось во все остальные аспекты проекта. Поэтому будьте аккуратными, придумывайте какой-то свой общий слот правил и код-стайл, и особенно будьте аккуратными тогда, когда вы выкладываете свой код в общий доступ. Далее у нас комментарии. Комментарии — это неизбежное зло, и я сама с этим сталкиваюсь, потому что я люблю комментировать свои контракты, и в итоге спустя энное количество времени, когда я понимаю, что там моя архитектура с пони и радугами, и в ней есть какой-то промах, то я лезу и меняю свои контракты. В итоге у меня уже метод делает совсем другое, а комментарий до сих пор старый. Поэтому от комментариев лучше воздерживаться, но дядя Боб говорит, что есть уместные комментарии. Первый — это для бизнес-кейсов, потому что бизнес-логика зачастую бывает не только неинтуитивная, она бывает контринтуитивная. Вот ты спрашиваешь, почему себе так? Ну вот потому что. И логики в этой никакого нету. Поэтому такие места, в принципе, можно помечать. Далее у нас предупреждение. Ну это примерно, что если вы там уберете эту срочку кода, у вас там отвалится то-то. Или этот код нужно выполнять строго в такой последовательности. То есть такие комментарии тоже можно оставлять. Ну и тудушки, которые напоминают нам о том, что нам нужно что-то здесь поправить, но по какой-то причине мы не можем это сделать прямо сейчас. В нашей команде мы, например, заводим задачи в джири и прям номер этой задачи складываем туда в туду. Так, по крайней мере, эти задачи не потеряются. И я тут собрала парочку комментариев с нашего проекта. Я точно не знаю, что это бизнес-логика или просто пояснение, ну вот как-то так. Потом у нас, ну вот этот комментарий, он точно на бизнес-логику. Если сервер нам выдал ключи не хэштаблицы и не листом, то не сортирую. Ну и тудушки. Далее давайте поговорим про классы. Я здесь не буду заострять много внимания, пройдусь быстренько. Первое — это абстракция и инкапсуляция. Говорить о пользе и следовании этим принципам, думаю, было бы излишне. Просто бы хотелось подчеркнуть о том, что они помогают нам самодокументировать код. Потому что, во-первых, это позволяет нам выделить четкий интерфейс с точками доступа, тем самым позволив читателю оградить себя просто тучей ненужных деталей и позволив ему абстрагироваться. Захожу я, например, в какой-то интерфейс, вижу все публичные методы, и мне, в принципе, сразу становится понятно, что это нечто делает. И мне не важно, как оно именно это делает. Далее у нас классы должны быть компактными. То есть не нужно создавать код объектов, как говорил Амиржан. Композируем, делегируем, ну и так далее. Про SRP я, в принципе, рассказала на примере методов. То есть класс должен иметь только одну обязанность. И изоляция изменений. Если вы в коде видите, что какая-то часть у вас очень часто меняется, то следует подумать о том, чтобы эту часть инкапсулировать, вынести ее куда-то отдельно. Но это в целом была лишь малая часть, которая описана в этих двух книгах. Если брать, например, Мартина Фаулера, то у него там просто еще очень много разных принципов, именно практических принципов, как рефактурить ваш код. Если брать дядю Боба, то там еще есть такие главы, как обработка ошибок, тесты, много поточность, кстати. Поэтому если вы еще не прочитали эти книжки, я советую вам прочитать. В рамках своего доклада я не успеваю все рассказать, поэтому давайте просто быстренько пробежимся по всему тому, что я сказала, и подытожим. Итак, имена. Содержательные, не врут. Одна концепция, одно слово. Но еще существительные. Методы. Глаголы. Метод делает только одно, делает хорошо, и ничего другого он не делает. Стараемся не использовать более трех аргументов. Если же все-таки нужно использовать более трех, то пользуемся DTO. Уменьшаем количество использования аргументов-флагов. Помним про побочные эффекты и пользуемся CQRS. Далее. Общий вид. Придумываем свод правил, создаем свой код-стайл, экспортируем это все в файлик и радуемся жизни. Комментарии. Комментарии у нас для бизнес-кейсов. Предупреждение, тудушки, и от остальных стараемся избавляться. Ну и классы. Если прям совсем-совсем этот пунктик подытожить, то нужно просто пользоваться ООП и принципами программирования, проектирования, проектирования, проектирования. В общем, знать такие слова, как Solid, Grasp, Underwire и так далее. Ну и другие страшные слова. Ну и в целом просто старайтесь писать код так, будто бы его читать будет маньяк, который знает, где вы живете. Просто сейчас хотелось так немножко своих мыслей сказать. Если начинать читать там разные статьи, книжки про то, как же все-таки писать чистый код, то везде пишут примерно одно и то же. ООП, ТДД, там паттерны, Solid, рефакторинг. Как бы с этими пунктами все понятно, там все можно нагуглить и прочитать. А вот с рефакторингом не сразу стало все понятно, потому что как бы, ну я за этот код выстрадала и дней, и почему я должна теперь это все переписывать. Ну со временем мне это дело понравилось. Теперь мои любимые задачи это рефакторинг. Ну и новые фичи, конечно. Вот, поэтому если вы все-таки решитесь на то, чтобы порефакторить там часть вашего кода или, возможно, целый функционал, то не расстраивайтесь, если после вашего рефакторинга вам потребуется рефакторинг версии 2. Как бы у меня такое происходит очень часто. потому что, ну невозможно все просчитать с самого начала, потому что мы что-то новое изучаем, находим какие-то более удобные решения для своей проблемы, и это в целом нормально. Как бы два рефактора для меня это нормально. Вот, поэтому читайте умные книжки, читайте статьи, посещайте конференции. Кент Бэк как-то сказал, что я не великий программист, я просто хороший программист, я просто хороший программист с отличными привычками. Так вот, будьте как Кент Бэк и развивайте у себя хорошие привычки. Спасибо, Нелли, за адекват. АПЛОДИСМЕНТЫ